ИЗДАТЕЛЬСТВО БАМБОРА ОКЕАН КНИК МОЙ ГЕНИАЛЬНЫЙ РЕБЁНОК САЙДМУРОТ ДОВЛАТОВ ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ У РЕБЁНКА МЫШЛЕНИЯ БОГАТОГО И УСПЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА Есть люди, у которых есть деньги. И есть богатые люди. Коко Шанель. Если внимательно проанализировать образ жизни людей, то можно заметить, что мышление бедного человека отличается от мышления богатого человека. Вы можете сказать своим детям, стань успешным, но успеха он не добьется. Вы должны сделать так, чтобы ребенок сам принял это решение, но это возможно только в том случае, если он будет следовать своим склонностям. Часто родители заставляют учиться детей там, где по их представлениям учиться престижно и выгодно. Допустим, сын хочет стать врачом, но ему говорят, иди учись на экономиста или инженера. Он идет и учится, но у него нет тяги к этой сфере, и он никогда не использует полученные знания, а диплом будет пылиться где-нибудь в шкафу. Такое образование – потеря времени и денег. Нет, мы должны с раннего возраста показывать нашим детям пример мышления успешных людей, которое основано на анализе информации на конкретных фактах. Успешные люди размышляют, наблюдают, делают выводы. Чем больше человек анализирует, чем больше информации имеет, тем правильнее решение, которое он принимает. Тот же, кто принимает решение без анализа, часто ошибается, а потом говорит «мне почему-то показалось, что так лучше». Если не думать, ошибка обеспечена. Поэтому в самом начале мы развиваем у ребенка способности к самостоятельности, основываясь на конкретных фактах. Мы ему показываем структуру мышления богатых и бедных. Богатые мыслят так, поэтому живут в достатке, а бедные мыслят так, поэтому живут в бедности. Объясняем, что если ребенок пойдет по одной дороге, то будет жить в бедности и нужде, а пойдет по другой, будет жить в достатке и изобилии. Пусть выбирает сегодня, а не в 40 лет. После этого у него в голове начинает складываться план относительно собственного будущего. Он начинает сам принимать обоснованные решения, и этот навык остается с ним на всю жизнь. Это не значит, что стоит один раз рассказать ребенку, как стать успешным, и он станет успешным. Снова и снова вы должны демонстрировать ему технологию успеха. Вспомните школу. «Когда мы учились, нам давали прописи, в которых мы старательно выводили каждую букву алфавита, раз за разом, пока написание не становилось идеальным. А у нас часто не хватает терпения, чтобы правильно воспитать своих детей. Мы чуть что кричим на них, показываем свою власть, заставляем их делать что-то, вместо того, чтобы объяснять. В 2009 году я был в Китае, на острове Хайнань, и видел, как китайцы обучали козу ходить по канату. Какое терпение надо иметь, чтобы научить этому животное. Коза же не понимает, чего от нее хотят. Но действенный метод существует только один – повторять и повторять до тех пор, пока не получится. Китайцам удалось обучить животное, а мы порою не можем обучить своих детей. Это похоже на подготовку олимпийского чемпиона, главное в которой ежедневные продолжительные тренировки. Если мы ими пренебрегаем, значит неосознанно формируем лень, слабый характер, безволие. Одним словом, создаем из своего любимого отпрыска лентяя и хронического неудачника. Выбор за вами. Притча. Сундук учителя. Однажды учитель принес сундук и сказал своим ученикам. Прежде чем учиться, вы должны открыть этот сундук любым способом. Ученики столпились вокруг сундука. Один попробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разрубить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» — робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял ученика и объявил. «Ты прав. Образование — сундук с кладом, а труд — ключ к нему. Только овладев знаниями, вы сможете получить этот клад». Деньги и их значения. «Мы должны обстоятельно объяснять детям, что такое деньги и для чего они нужны». Однажды я спросил одного человека, «Почему вы до сих пор не богаты?» Он ответил, «Потому что у меня семья, дети, их нужно поставить на ноги, мне уже 50 лет, жизнь моя уже прошла». Я сказал, «Вы хотите сказать, что ваши дети были причиной вашей бедности?» Он ответил, «Нет, я так не говорил». Пришлось повторить свой вопрос, «Но почему же вы до сих пор не богаты?» И снова я услышал тот же ответ, «У меня дети». «Но получается, что ваши дети стали причиной, оправданием вашей бедности? То есть, если бы их не было, то вы были бы богаты?» Переспросил я. Он задумался и ответил, «Да, так получается. Так думают бедные». А как думают богатые? Богатые говорят, «Я должен быть богатым, потому что у меня есть дети». Обратите внимание, что главное, как себя настраивать и какую цель перед собой поставить. Если человек думает, «У меня дети, поэтому я бедный», то он так и останется бедным и должен с этим смириться, потому что сам запустил такую программу в своем сознании. Но можно изменить программу.